Новые банкноты дошли до Старого Оскола, правда пока только 2000-е. 200-рублевые поступили небольшим объемом лишь в Белгород. Обновление номинального ряда Центробанк ведет постепенно. Первыми новые банкноты получили регионы, изображенные на них Дальний Восток и Крым. Дизайн выполнен по современным европейским стандартам. И новые деньги скорее похожи на евро, нежели на наши родные рубли. Банкноты отпечатаны на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой. Это обеспечит ее высокую износостойкость и более долгий срок использования. Цифры номинала более крупные и обладают ощутимым рельефом. Это сделано не только для повышения безопасности банкноты, но и для упрощения их использования слабовидящими. Еще одно отличие. На новых банкнотах изображен герб России, а не эмблема Банка России. Новые купюры пока принимают далеко не все банкоматы. Программное обеспечение технически еще не успели обновить. Убедиться в том, что купюра не подделка, проще всего будет владельцем смартфонов. На каждой банкноте указан QR-код. Он содержит ссылку на страницу сайта Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках. Также новые деньги можно проверить в мобильном приложении от Госзнака «Банкноты 2017», которая доступна для скачивания на iOS. Кстати, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными, как это было, к примеру, с банкнотами Сочи, посвященными Олимпиаде. Тираж двухсоток и двухтысячных не ограничен, поэтому не стоит приобретать их по цене выше номинала, чтобы хранить как сувениры. Продолжение следует...